Юркие ящерицы так и шмыгали по растрескавшейся коре старого дерева. Они прекрасно понимали друг дружку, ведь разговор-то они вели по ящеричи. — Нет, вы только послушайте, как гремит, как бурлит внутри волшебного холма, — сказала одна ящерица, — из-за их возни я уже две ночи глаз не смыкаю. Лучше бы у меня зубы болели, все равно нет покоя. — Что-то они там внутри затевают! — сказала вторая ящерица. На ночь они поднимают холм на четыре огненных столба, и он стоит так до самых петухов, видно, хотят его проветрить получше. А лесные девы разучивают новые танцы с притоптыванием. Что-то они там затевают. — Интересно, что это за гости? — Заволновались ящерицы. — И что там затевается? Послушайте только, как бурлит, как гремит! В этот самый момент волшебный холм раздался, и оттуда, быстро перебирая ножками, вышла старая лесная дева. Спину у нее, правда, не было, но в остальном она выглядела вполне прилично. Она была дальней родственницей лесного царя, служила у него экономкой и носила на лбу янтарное сердце. Ноги ее так и мелькали, раз-два, раз-два. 3Ищ, как засеменила, и прямиком в болото, где жил-казадой! 3- Вас приглашают к лесному царю, праздник состоится сегодня ночью, — сказала она. 4- Но сначала мы хотели бы просить вас об одной услуге. 4Не согласитесь ли вы разнести приглашение? 0Ведь вы у себя приемов не устраиваете, не мешало бы другим помочь. 9Мы ждем к себе знатных иностранцев, троллей, если вам это что-нибудь говорит. 1И старый лесной царь не хочет ударить лицом в грязь. 9- Кого приглашать? 9- спросил-казадой. 0- Ну, на большой бал мы зовем всех подряд, даже людей, если только они умеют разговаривать во сне или еще хоть чем-нибудь занимаются по нашей части. 0Но на ужин решено приглашать с большим выбором, только саму и знать. 9Сколько я спорила с лесным царем! 9По-моему, привидение-то звать не стоит. 1Прежде всего надо пригласить морского царя с дочками. 2Они, правда, не очень любят бывать на суше, но мы посадим их на мокрые камни, а может, и еще что получше придумаем. 9А вось на этот раз они не откажутся. 9Затем нужно пригласить всех старых троллей высшего разряда, из тех, что с хвостами. 9Потом, водяного и домовых, а кроме того, я считаю, что нельзя обойти кладбищенскую свинью, трехногую лошадь без головы и гнома-церквушника. 9Правда, они относятся к нечистой силе другого рода и вроде бы состоят при церкви, но в конце концов это только их работа, 9а мы ведь все-таки в близком родстве, и они часто нас навещают. 4- Хорошо! 7- Сказал Казадо и полетел созывать гостей. 9А лесные девы уже кружились на волшебном холме. 3Они разучивали танец с покрывалами, с длинными покрывалами, с отканными из тумана и лунного сияния. 9И те, кому такое по вкусу, нашли бы их танец очень красивым. 9Внутри холма все было вычищено и вылезано. 9Пол в огромной зале вымыли лунным светом, а стены протерли ведьминым салом, так что они сверкали, точно тюльпаны на солнце. 9Кухня ломилась от припасов, жарили на вертелах лягушек, начиняли детскими пальчиками колбасу из ужей, готовили салаты из поганок, 0моченых мышиных мордочек и цикуты. 3Пиво привезли от болотницы, из ее пивоварни, а игристое вино из селитры доставили прямо из кладбищенских склепов. 9Все готовили по лучшим рецептам, а на десерт собирались подать ржавые гвозди и битые церковные стекла. 1Старолесной царь велел почистить свою корону толченым грифелем, да не простым, а тем, которым писал первый ученик. 9Раздобыть такой грифель для лесного царя задача нелегкая. 9В спальне вешали занавеси и приклеивали их змеиной слюной. 9Словом, дым стоял коромыслом. 9- Ну, теперь еще покурить конским волосом и свиной щетиной, и я считаю, мое дело сделано! 9- сказала старая лесная дева. 6- Папочка! 8Милый! 9- приставала к лесному царю младшая дочь. 9- Ну, скажи, кто же все-таки эти знатные иностранцы? 9- Ну что ж! 0- ответил царь. 5- Пожалуй, можно и сказать. 9Две мои дочки сегодня станут невестами. 9Двум из вас придется сегодня уехать в чужие края. 9Сегодня к нам приедет старый норвежский тролль, тот, что живет в Доварских горах. 9Сколько каменных замков у него понастроено на Диких Утесах! 9А сколько у него золотых копий, куда больше, чем думают! 9С ним едут два его сына, они должны присмотреть себе жен! 9Старый тролль, настоящий честный норвежец, прямой и веселый. 9Мы с ним давно знакомы, пили когда-то на Брудершафт. 9Он приезжал сюда за женой, теперь ее уже нет в живых. 9Она была дочерью короля меловых утесов с островами. 9И, как говорится, игра велась на мелок. 5Ох, и соскучился же я по старику троллю! 9Правда, про сыновей идет слух, будто они воспитаны неважной большей задиры. 9Но, может, на них просто наговаривают. 9А женятся, так и образумятся. 9Надеюсь, вы сумеете прибрать их к рукам. 8Когда же они приедут? 9- спросила одна из дочерей. 2- Все зависит от погоды и от ветра, – ответил Лесной Царь. 6- Не привыкли они экономить, плывут на корабле. 6Я советовал им ехать с суши через Швецию, но старый тролль до сих пор смотреть не желает в ту сторону. 9Отстает он от жизни, вот что мне не нравится. 9Вдруг в припрыжку прибежали два болотных огонька, один старался обогнать другого и поэтому прибежал первым. 2- Еду! 6- Еду! 9- кричали они. 5- Дайте-ка я надену корону, – распорядился Лесной Царь, – да встану там, где луна поярче светит. 9Дочки подобрали свои длинные покрывала и присели чуть не до земли. 1Перед ними стоял доварский тролль в короне из крепких сосулек и полированных еловых шишек. 8Он был закутан в медвежью шубу, а ноги его утопали в теплых сапогах. 9Сыновья же щеголяли без подтяжек и с голой грудью, они мнили себя богатырями. 5- И это холм? – спросил младший и ткнул пальцем волшебный холм. 9- У нас в Нурвегии это называется ямой. 4- Дети! – сказал старик. 0- Юма уходит вниз, холм уходит вверх. 9У вас что, глаз нет? 6Молодчики заявили, что удивляет их тут только одно, как это они сразу, без подготовки, понимают здешний язык? 9- Не представляетесь, – сказал старик. 6- Еще подумают, что вы совсем не ученые. 9Все вошли в волшебный холм? 9Там уже собралось изысканное ли общество, да так быстро, будто гостей ветром сюда принесло. 9В зале все было устроено так, что каждый из приглашенных чувствовал себя как дома. 9Водяные русалки сидели в больших катках с водой и говорили, что им очень уютно. 0Все вели себя за столом как положено, только молодые норвежские тролли сразу задрали ноги на стол, ведь, по их мнению, все, что они делали, было очень мило. 9- А ну, убрать ноги из тарелок! 9- Прикрикнул доварский тролль, и братья послушались, хотя и не сразу. 9Настал черед лесных дев показать, как они танцуют, и они исполнили простые танцы, и танцы с притоптыванием, это у них ловко получалось. 9Потом пошел настоящий балет, тут полагалось, забываться в вихре пляски. 9Ух ты, как они начали вскидывать ноги! 0У всех в глазах зарябило, не поймешь, где руки, где ноги, где одна сестра, где другая, то колесом пройдутся, то волчком закружатся, 9так что в конце концов трехногой безголовой лошади стало дурно, и ей пришлось выйти из-за стола. 9- Н-да, – сказал старый тролль, – лихо у них получается! 9Ну, а что они еще умеют делать, кроме как плясать, задирать ноги да крутиться волчком? 9- Сейчас увидишь, – сказал лесной царь и вызвал младшую. 8Это была самая красивая из сестер, нежная и прозрачная, как лунный свет! 9Она положила в рот белую щепочку и стала невидимой, вот что она умела делать! 9Однако доварский тролль сказал, что не хотел бы иметь жену, умеющую проделывать такие фокусы, да и сыновьям его это вряд ли придется по вкусу. 9Вторая сестра умела ходить сама с собою рядом, будто была собственной тенью, а ведь у тролля тени нет. 6У третьей были совсем иные наклонности, она обучалась варить пиво у самой болотницы. 0Это она так искусно нашпиговала ольховые коряги с ветляками. 6- Будет хорошей хозяйкой! 0- сказал старик тролль и подмигнул ей, но пива пить не стал, он не хотел пить слишком много. 8Вышла вперед четвертая и лесная дева, в руках у нее была большая золотая арфа. 0Она ударила по струнам раз, и гости подмяли левую ногу, ведь все тролли, левшие. 9Ударила второй, и все готовы были делать, что она прикажет. 9- Какая опасная женщина! 0- сказал старик тролль, но сыновья его повернулись и пошли вон из холма, им все это уже надоело. 9- А что умеет следующее? 5- спросил старый тролль. 9- Я научилась любить все норвежское, сказала пятая дочь. 0- И выйду замуж только за норвежца, я мечтаю попасть в Норвегию. 9Но младшая сестра шепнула тролль на ухо. 8- Просто она узнала из одной норвежской песни, что норвежские скалы выстоят, даже когда придет конец света. 9Вот она и хочет забраться на них, ужасно боится погибнуть. 9- Хо-хо! 7- сказал старый тролль. 9- Ну я! 6Ладно! 9А где же седьмая и последняя? 9Сначала шестое, сказал лесной царь, он-то умел считать. 9Но шестое ни за что не хотело показаться. 9- Я только умею, что говорить правду в глаза, – твердила она, – а этого никто не любит. 9Лучше уж я буду шить себе саван. 9Дошла очередь и до седьмой, последней дочери. 9Что же умела она? 9О, это умела рассказывать сказки, да к тому же сколько душе угодно! 9- Вот мои пять пальцев, – сказал Доварский тролль, – расскажи мне сказку о каждом. 9Лесная дева взяла его за руку и начала рассказывать, а он покатывался со смеху. 9Когда же она дошла до безымянного пальца, который носил золотое кольцо Наталии, будто знал, что не миновать помолвки, старый тролль заявил, 9- Держи моя рука покрепче! 6Она твоя! 9Я сам беру тебя в жены! 0Но лесная дева ответила, что она еще не рассказала про безымянный палец и про мизинец. 9И правда, где же мальчики? 9Они носились по полю и тушили болотные огоньки, которые чинно выстроились в ряд и приготовились к факельному шествию. 0- Хватит лоботрясничать! 0Я нашел для вас мать! 0А вы можете жениться на своих тетках! 9Но сыновья ответили, что им больше хочется произносить речи и пить на брудершафт, а жениться у них нет охоты! 9И они говорили речи, пили на брудершафт и опрокидывали стаканы вверх дном, хотели показать, что выпито все до капли. 9Потом они стащили с себя одежду и улеглись спать прямо на столе, стеснительностью они не отличались. 9А старый тролль отплясывал со своей молодой невестой и даже обменялся с ней башмаками, ведь это гораздо интереснее, чем меняться кольцами! 9- Петух кричит, — сказала старая лесная дева, которая была за хозяйку. 9- Пора закрывать ставни, а то мы тут сгорим от солнца! 9И холм закрылся. 9А по растрескавшемуся старому дереву вверх и вниз сновали ящерицы, и одна сказала другой, 9- Ах, мне так понравился старый норвежский тролль! 9- А мне больше понравились сыновья, — сказал дождевой червяк, но ведь он был совсем слепой, бедняга!